Форум депутатов Маслихатов всех уровней от партии Аманат прошел в области Абай. Он проходил в формате открытой диалоговой площадки, где обсуждались вопросы развития региона в контексте реформ, предложенных президентом Республики Казахстан. Также обсуждались вопросы, касающиеся реализации предвыборной программы партии Аманат в области Абай на 2023-2027 годы. В области Абай прошел первый форум депутатов Маслихатов всех уровней партии Аманат. Он направлен на реализацию проектов, озвученных в предвыборной кампании. Глава области Нурлан Уренхаев в своем выступлении отметил важность таких мероприятий и выразил уверенность, что форум станет уникальной диалоговой площадкой для обмена мнениями между местными исполнительными органами и народными избранниками по актуальным вопросам, которые помогут выстроить эффективное взаимодействие. В области Абай из 158 депутатов Маслихатов 123 являются членами партии Аманат. Из них 118 избраны по одномандатной системе. Это большая честь. На сегодняшний день партия успешно реализует предвыборную программу, нацеленную на улучшение бытового потенциала населения и качества жизни. Отрадно то, что ряды партий пополняются активной молодежью и жителями области. А это значит, что народ понимает важность проектов и их реализации для будущего региона. Цель и задача форума это и, во-первых, наладить контакт работы, во-вторых, усилить те моменты, которые были озвучены в ходе предвыборной программы. Как вы знаете, партия Аманат получила, вернее, в ходе предвыборной кампании более 25 тысяч заявок от населения. Около 2800 это находится только на рассмотрении в области Абай. Форум собрал более 150 депутатов Масльхата всех уровней из районов и городов области. Встреча в таком формате проходит впервые и дает возможность народным избранникам лично обсудить проблемы населения с руководством региона и профильными ведомствами. А вопросов у людей накопилось немало. Большинство из них касаются образования, здравоохранения, благоустройства дворов и строительства дорог. Более того, существует необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в рамках дорожной карты и усиления связи с государственными органами для решения всех или иных проблем. Когда мы баллотировались, мы говорили о некоторых проблемах. Речь шла о вопросах обеспечения населения водой, вопросах дорожного строительства, о состоянии школ. В этом году проблема питьевой воды находится на стадии завершения. В следующем году водой будут обеспечены жители поселка Восход и Водный. На республиканском, областном и районном уровнях проводится большая работа. В частности, это строительные работы. К примеру, в Аксуатском районе в рамках программы «Комфортная школа» в этом году началось строительство школы на 300 мест. В следующем году в селе Ягпын начнется строительство школы на 300 мест. В 2025 году в селе Коктубек будет построена школа на 80 мест. После пленарного заседания форум предоставил площадку для проведения обучающих семинаров в рамках панельных сессий по темам образования, здравоохранения, социальной защиты, культура, сельское хозяйство, предпринимательство, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, а также работа со СМИ и социальными сетями. В свою очередь, директор областного телеканала «Семья» Хасин Молдабаев в своем выступлении акцентировал внимание на проблему распространения фейковой информации на просторах интернета и рассказал о ряде ресурсов для проверки информации ее источников. Далышым Шакартхан, Ертес Кошерхан, Нурлан Оразалин, Телеканал Семей.